И получается, после того, как я отремонтировал полость, болты подтяну и всего делов. А, не тут-то было. Получается, здесь взорвал болт. Самый кусок резьбы остался там внутри. Как его отсюда выкручивать, я не представляю возможным. Поэтому приняю решение снять коробку. Особое подкапотное пространство. Вот примерно, как всё выглядит снизу. То есть, получается, вот здесь правая полость была, здесь левая. Всё чисто пусто. Выпили вот такую деревягу. Это под картер двигателя, чтобы вот сейчас поднанкратить можно было его. Чтобы ничего не храпнуть. Вот она коробка, собственно, персоны. Еле как вытащил. Короче, что я главное не учёл. Это первое. Надо снимать вот эту крышку. Иначе коробка упирается в лонжерон. И потом коробку хрен вытащишь. И второе, что я не учёл. Оказывается, здесь есть шпилька, к которой была прикручена гайка. Это со стороны в их блок. То есть, тоже была точка крепежа к двигателю. И как видно, она отличится за правой полуосью. Которую, кстати, тоже я не сразу заметил. Поэтому, вот такие вот приколы. Теперь, для того, чтобы их разделить, надо... Ну, конечно, всё зависит от коробки передач. В моём случае, надо отключить, снять пятую передачу. Для этого, там книга написана. В принципе, я могу ссылки на книгу оставить в описании, как делать нихрин. Так вот, чтобы, получается, открутить пятую передачу, надо валы заблокировать. В данном случае, надо врубить какую-то из передач, там рекомендуется первую. Ну и, конечно же, пятую. Теперь, дальше, снимаем пятую передачу. Там, конечно, сказано, что нужен какой-то специальный съёмник. Но, я так думаю, без него будем всё. Пойдёмте, пожалуйста. Итак, краткая разборка. В данном случае, ну, уже можно было видеть, как все мои действия, которые были корявы. Но, тем не менее, вот, кратко расскажу, в чём прикол. Итак, самый главный прикол, это в том, что вот так выглядит вот тот самый ограничитель. Он включен, вкручен прямо возле самого механизма переключения. То есть, вот здесь, самый избирательный механизм. То есть, вот она в её пятой передаче. И, в данном случае, когда мы включаем ограничитель, то, тем самым, можно будет включить, якобы, шестую передачу. Ну, ладно, там, короче, сейчас фиксаторы стоят. Ну, не в этом случае. Тем самым, вот эта вилка включает шестую передачу, якобы. Тем самым, даёт полный доступ к шестерням пятой передачи. Всё это дело раскручивается, разбирается и снимается. Так, а, ну да, конечно, не надо забывать про то, что потом надо будет всё-таки включить какую-то из передач, там, первую или ещё какую-нибудь. Тем самым, мы включаем сразу две вот эти вилки. Тем самым, блокируются вот эти два, ну, вот эти валы. В результате, можно будет спокойно как раз-таки все открутить. Но вот, лангайковый болт, который как раз-таки и держали пятую передачу. Следующее. Потом включаем обратно пятую передачу. Тем самым, мы освобождаем вилку избирательного механизма, чтобы как раз-таки не включить его. Не включать вот эти вот механизмы переключения передач, отвечающие за, ну, первую, вторую, третья, четвёртую. То есть, их больше не что не держат верхнюю часть, и вот эта вторая часть коробки передач спокойно снимается. Ну, всё. В принципе, вот так она разбирается. Дальше ремонтируем по тому, что нам необходимо. Ну, могу, единственное, рассказать, кратко, насчёт дифференциала. В своё время мне бы всё-таки приходилось разбирать эту коробку, и, ну, получается, как она там чё-то пережитала, шумела. Короче, наступил тот момент, когда коробку надо было снять и перебрать. Как оказалось, там сдох подшипник самого вот этого дифференциала, который находится под... Там, как оказалось, я мою же даже фотку найду. Там сдохла, как сказать, вот эта коробка подшипника, и все шарики собрались его в кучу. И вот, получается, для того, чтобы вот этот дифференциал снять, то есть, надо сначала вытащить все вот эти полы, потом со стороны правой полуоси снять стопорное кольцо, и аккуратненько вытащить дифференциал, махнуть подшипниками. Вроде бы всё. Но дело, прикол в том, что под вот этим дифференциалом, именно под внешней вот этой вот шестерней, там находится набор этих шайб, одна из них, которая является пружинной. И прикол в том, что дифференциал обратно потом спокойно не поставить. Я где-то неделю мучился для того, чтобы его установить по-человечески, потому что я никак не мог найти пресс. В результате я додумался до того, что, получается, коробка была полностью разобранная, в том числе и вторая часть. Я, получается, сюда подвожу дощечку, поставил вторую часть коробки передач, аккуратно начал закручивать все болты по кругу, чтобы нагрузка была равномерная. В результате вот этот дифференциал аккуратненько прессовывался обратно. Ну и, конечно, потом нацепил со стороны правой полоси стопорное кольцо и всё вернул на место. Таким образом я установил себе вот этот вот дифференциал на место. Ну, конечно, всё, дальше потом начал собирать коробку в обратном, как, в обратной последовательности. Ну да. Ну всё. Теперь, что касается моего ремонта, то я, в принципе, всё, что мне надо было уже сделал. Ну как, имеется в виду в том, что мне надо было снять вторую часть коробки для ремонта. И я её снял. То есть, вот о чём говорил. Вот он, зараза. И вот это вот мне сейчас надо будет аккуратненько высверливать и восстанавливать резьбу. Может, шпильку вкручу, может, ещё что-нибудь. Ладно, посмотрим. Ну вот, тем не менее, получается, для установки вот этой коробки передач, получается, первичный, вторый и речный валы надо будет установить на место, одновременно с вместе со штоками переключения передач. И единственный совет, который могу дать, получается, что касается вторичного вала, там идёт стопорное кольцо до третьей передачи. То есть, четвёртую передачу надо будет устанавливать уже, ну, аккуратненько помещая, когда валы все установлены. Потом, получается, при установке самой коробки передач, вот этот вау, который отвечает за заднюю передачу, он должен быть установлен вверх. Ну, это, в принципе, капец как тяжко сделать. Поэтому, получается, когда я уже начинал устанавливать портфор потихоньку, я из своего рода из полки делал такой вот крюк, и через вот это квадратное отверстие туда просовываю и, конечно же, вытягиваю. А вот дальше, конечно же, устанавливал вот этот сам шарик. Ну, и, конечно, когда вот эти передачи, я тоже там устанавливаю пружинки, шарики, это всё само собой. Ну, и вот, получается, тюкоруку собрал. Передачи вроде как немножко переключаются. Единственное, сейчас, но она будет. Ну, да, в принципе, сейчас пока без масла, но, тем не менее, вот переключать передачу можно. Сейчас надо будет собрать пятую передачу. Ну, и всё, в принципе, можно будет уже устанавливать коробку передачи на автомобиль. Вот, что мне надо было сделать. Это я туда себе крутил болт. О, видно. Вот он был. Там остався зазор. Получается, там у меня была почти сдохшая резьба, ну, и, конечно, всё вот это высверлили насквозь, я была сверлом на 7. Потом я нарезал резьбу, ну, и туда вкрутил болты от своего фумулянта. То есть, получилась, вроде, такая шпилька. По крайней мере, весь вот этот пыльник он не трогает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Короче, прикол в том, что я еле как туда попал на шпильку подушки, когда задний крепеж лежит. И вот сейчас надо поставить передний. Пока что так, что так. Но самое главное, коробка на месте и, в принципе, закреплена она болтами. Ну, подтянуть это само собой, но не сейчас. Сейчас надо, главное, её правильно выставить. Коробок на месте. Все подушки уже прицеплены, так что остаётся всё вот это дело затянуть. Ну и, конечно, всё это дело теперь полностью соврать. Ну, это, в принципе, уже делать техники. Самое сложное уже позади. Ну, собственно, вот оно всё собрано, всё на месте, всё работает, всё переключается. Никаких утечек, пацан, нету. В данном случае здесь вот она, как это сделано, как это теперь работает. Ну, а теперь, в общем, всё. Ладно, бывайте. Спасибо. Спасибо.